Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Passa 2005 года выпуска. Правый руль, 1 литр автомат. Пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Застучала, при том очень сильно, рулевая рейка. Едешь, такое впечатление, что рулевой у автомобиля нет. Посмотрели с левой стороны рашпиль, скажем так, который находится внутри. Он болтается и болтается довольно сильно. Думали сначала отремонтировать, потом посмотрели, заказали контрактную рейку с Владивостока прислали, поэтому приняли решение заменить. Пришла рейка, поднимаем, меняем рулевую рейку. Поднял автомобиль, снял колеса. С обоих сторон откручиваем рулевые наконечники. Головка на 14. Какой автомобиль? Такие и запчасти мелкие. Берем съемник. Отверточкой. Приподнимаю пыльник. Новая рейка тоже с тягами, с наконечниками в сборе. Даже давить не пришлось, выскочило сразу. Также снимаем со второй стороны. Со второй стороны рулевую тягу я тоже отстегнул. Теперь здесь снимаем пыльник. Пыльник я скинул, теперь опускаем автомобиль. Отпустил автомобиль и вот таким длинным удлинителем с карданчиком откручиваем скобы крепления рулевой рейки. Один болт. И второй болт. Затянута крепко, но потом идет легко сразу. С другой стороны точно так же. Делаем пыльник. Рейка на пламени. Белки. Тякань. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Крепление рейки я открутил, 4 болта. Откручиваем карданчик. Наши действия в салоне. Мы убираем немножко вот этот коврик. Отгибаем его, чтобы он нам не мешал. И откручиваем вот этих 3 болта. Раз, два, три. После этого, как мы их открутим, мы снимаем прижимную пластину. Отодвинем пыльник и открутим кардан. Все, в салоне у нас на этом все заканчивается. Крутим. Вот я отодвинул коврик и открутил 3 болта. Головка на 10. Снимаем. Прижимное кольцо у нас распильно. Снимаем пыльник пластиковый вверх. И видим карданчик. Нижний болт, головка на 12. Мы его сейчас откручиваем. Маркером маленько пометил карданчик и пометил вал. Новую рулевую рейку, когда буду устанавливать, примерно выверю, чтобы приблизительно она у нас стояла одинаково. А когда развал схождения будут делать, там уже выведут нормально. Все, болт я открутил. Ну и теперь можно снимать карданчик. Все, видно, кардан с вала сошел. Ну что, пробуем вытаскивать. Все, что я буду делать. КОНЕЦ Все, снял я рулевую рейку. Берем новую. Здесь даже наконечник падает, а здесь он держится. Также и с этой стороны он вообще никакой. Здесь этот медленно опускается, живой наконечник. Но и самой рейки люфта нет. Здесь она от руки легко крутится. Я примерно выставил середину и поставил маркировку. Здесь слышно, вал не брякает, а здесь, слушайте, вал. Это вал так брякает, а здесь нет. Вот эта сторона аж болталась вся. Посмотрел рейку накладная. 2000 рублей во Владивостоке ее купили. Ну и зачем ее ремонтировать? Ладно, много разговоров. Беру, устанавливаю. «ПОБРАЛА» «ПОБРАЛА» «Хот!» Субтитры сделал DimaTorzok Все, рейку рулевую я на место завел Берем, наживляем наконечники Весьбу немножко смажу И так же со второй стороны Подтяну потом После того, как закреплю В салоне Добавляем Так же я Наживил Болты на рейку Пыльник накинул По-моему там слетел Карданчик у нас Сейчас из салона посмотрим Все, одной рукой было неудобно держать и показывать Одел Вставил карданчик, ничего не упал Все нормально Я его получается вверх приподнял И он спокойненько опустился на рулевой вал И теперь можно уже устанавливать Также это у нас пластиковая Она тоже разрезная идет Выставляем по отверстиям Прокладку Теперь устанавливаем Пластиковый пыльник И скобу прижимаю Железную Опять же Здесь сейчас я уже не покажу Потому что надо одной рукой Придерживать скобу Чтобы она не падала И наживить болты Ну здесь все уже понятно Сейчас прикручу в салоне И пойдем затянем рейку И одеваем пыльник На рулевую рейку Вот я его одел Сейчас поправляем Сейчас поправляем Гофу Опускаем автомобиль И затягиваем рейку И теперь затягиваем Очень удобно Рейку поменять И с другой стороны Все Устанавливаем на место колеса И на этом замена Рулевой рейки У нас закончена Всего вам доброго